Привет всем, с вами Редмитрий Ворошенко, и сегодня поговорим о выдавлении по РВП и ВНЖ, когда подавать, соответственно, сдавать ежегодное выдавление. Значит, первое, по РВП и ВНЖ мы подаем выдавление в отдел по вопросу миграции, по месту регистрации или по месту пребывания, если мы рассматриваем вопрос с РВП. По истечению года в течение двух месяцев в соответствии со статьей 6 и статьей 8 Законного правового положения иностранных граждан, которые регулируют этот порядок и соответствующими приказами и регламентами. В данном случае, значит, уведомление мы подаем по истечению года в течение двух месяцев со дня получения разрешения на временное проживание или, соответственно, вида на жительство. Но на практике есть ситуации, когда инспектор считает с момента с даты, точнее, принятия решения о выдаче ВМВП, одобрении вида на жительство. Поэтому, когда подходит год, значит, прожитый по РВП или ВНЖ, вы имеете право обратиться, естественно, к инспектору отдела по вопросу миграции, где вы зарегистрированы, и уточнить порядок. То есть, именно сроки подачи, соответственно, возможно, запись существует в вашем отделе и по документам. Потому что по РВП мы обязательно представляем документы, подтверждающие доход, заполняем уведомления, к ним прикладываем их. Также, естественно, паспорт с отметкой РВП или с отметкой ВНЖ и плюс вид на жительство. Кроме того, перевод могут другие документы, также инспектор потребует. Здесь зависит просто от практики отдела по вопросу миграции. Но еще раз подчеркну, что не календарный год считается, как это было ранее, а именно год с момента получения РВП. Вы проживаете с РВП или с ВНЖ, и у вас есть два месяца для того, чтобы обратиться в отдел по вопросу миграции и сдать это уведомление. Спасибо, что посмотрели данный обзор. Всего доброго, будем на связи.